Здравствуйте! Мы начинаем. Здравствуйте! Да, значит, всё, начинаем. Всем привет, всем здравствуйте. Меня зовут Денис Шаповалов. Я педагог, психолог, и это серия интервью в помощь родителям, которая направлена на то, чтобы помочь раскрыть большую тему детско-родительских и семейных отношений. И вот сегодня мы будем беседовать с основателями, директорами Харьковской частной школы «Сын Глобал». Это Леся и Лина. Вот они в прямом эфире, и хорошо, что они вдвоём, что у них получилось. Это, я думаю, что будет хорошо для того, что ответы будут полнее и более-таки объёмные. Вот. Значит, у меня вопросы подготовлены, и я начну с первого, главного вопроса для меня лично. И мне кажется, родителям тоже это будет важно. Каким образом и вообще почему вы пришли к школе? Идея школы – это очень сложно, это непросто. Это очень объёмная и большая идея. И тут нужно недюжинную, на мой взгляд, смелость иметь, чтобы вообще взяться за это. И ход мыслей не мог быть такой, мне кажется, что «а давай, а давай». Всё сложно. Расскажите, пожалуйста, об этом. Расскажите. Меня зовут Олеся. Всем здравствуйте. Очень рада поучаствовать в этом эфире. Как начиналась наша история? Прежде всего на это подтолкнули нас наши дети. Потому что на тот момент, когда открывалась школа, моя дочка училась во втором классе. Я видела определённые сложности и замечала, как ей не совсем комфортно обучаться в школе. И, соответственно, вдохновляющее видео увидела в рекламе в Фейсбуке и решила пойти вместе с Линой на презентацию школы «Синглопал». Немножечко о школе. Это сеть школ по Украине. Их сейчас есть 25 школ по Украине. И на тот момент Богдан Александрук – основатель школы. Он приехал с презентацией в Харьков. И очень вдохновила презентация на то, что именно инновационная школа, школа будущего, современным подходом к обучению очень загорелись этой идеей и решили её воплотить в жизни, прежде всего ради своих детей. Может, Лина, что-то? Да, здравствуйте ещё раз. Меня зовут Лина Яркина. Я также одна из основательниц «Синглопал» в Харькове. Что ещё предшествовало, кроме того желания, которое Алиса озвучила по поводу детей? До «Синглопал» у нас был детский клуб. Он и сейчас существует. То есть мы тоже воплотили свою детскую мечту. Это художественная школа-студия в Харькове. У нас там было рисование, английский язык, ментальная арифметика и театральная студия. То есть почему мы перешли... Ну, это как бы школа, это был следующий уровень. Всё, что мы хотели. Как работает сейчас, как ходят дети в школу. Идёт ребёнок в школу с 8 утра до 2-х, либо до 3-х часов дня находится в школе, потом родители водят его на какие-либо курсы. Вот обидно, что ребёнок за то время, которое первую половину дня самую активную, самую полезную, он тратит на одно. И приходится ещё потом в спорт добавляться, потом приходится выбирать. Либо ты идёшь куда-то к репетитору, что-то добавляешь, либо ты идёшь в спорт. И было обидно, что дети неэффективно тратят своё время. И если рационально всё расставить, то можно в первой половине дня делать всё, что дети делают во второй половине дня. И тот же английский, и тот же STEM. И потом оставлять время, во-первых, на семью, банально, на отдых, покататься на велосипеде. Ребёнку тоже нужно, а не так, что ты пришёл в 3 часа, до семи у тебя какие-то спортивные мероприятия, и в 9 вечера ты садишься за уроки. То есть было обидно за своих детей. У нас у меня тоже двое детей. Моя дочка тоже на тот момент училась, в каком она была, в 6-м классе. И глобально была идея такая. Знаете, как мне нравится, когда Макс Розенфельдер рассказывал, почему он сделал проект экскурсии по Харькову. Ему было обидно, что о Харькове говорят как не о туристическом городе. Вот тоже самое, какая-то личная обида, почему в Харькове до сих пор нет таких школ. Наша, как бы, такая локальная цель, вот немножко сдвинуть. Есть частные школы в Харькове, но они вот на таком-то таком закостеневом уровне и не развиваются. Чем нас подкупил Сенглобал? Он был демократический. То, что мы считаем, по-другому быть не может. Если психологами всего мира доказано, что ребенок должен быть спокоен, не за пугом, тогда ему хорошо, тогда он хорошо учится. И вторая часть – это современность программ. То есть это и компьютерные науки, и стендер, и проектный подход. Это все в Сенглобале было. И вот мы, собственно, из-за этого приняли такое решение. Да, это здорово. Следующий вопрос, вы на него немножко начали уже отвечать. Но я, прежде чем его задать, хочу немножко прокомментировать то, что вы сказали. На мой взгляд, это очень важно, когда современный учитель, современный школьный подход понимает, что советская все-таки школа и советское воспитание, к сожалению, имели такие огрехи, как держаться на таких трех титах, как стыд, страх, вина. И это, к сожалению, в обычных традиционных школах еще сохраняется. Все-таки большие коллективы детские, с которыми трудно управляться, выводят, что называется, учителей из себя, и им некуда деваться. Они, что называется, прижаты к стенке в каком-то смысле. И они берутся за эти три кита советского воспитания и, бывает, их используют. Это, конечно, да. Но мы вернемся потом еще к тому, сколько у вас, как у вас все устроено, у вас и классы, что мне понравилось, небольшие по количеству. А следующий вопрос мой такой. Чем занимались Леся и Лина до Sting Global? Все-таки вы были же в образовании, да? То есть вы же не просто так к школе пришли. Да, мы как порядочные девочки послушали своих родителей и не заняли. Мое личное желание после школы, я очень хотела поступить на МИАС, но родители на тот момент понимали, что в школе я не смогу максимально эффективно себя чувствовать в финансовой сфере, поэтому направили меня на международные отношения, где у меня был и английский, и экономика, то есть та сфера, которая на тот момент считалась модной, популярной и высокооплачиваемой. Поэтому первый мой опыт работы это экономика, это кредитование юридических лиц, банковский сектор. Но потом все-таки природа взяла свое. Я в 8 лет преподавала английский язык на курсах, и в частности в нашей студии с Олесей. То есть опыт педагогический, он во мне, я с первого курса преподавала своим одногруппникам английский. Здорово. Для меня это говорит о том, что контроль английского в школе понятно, кто осуществляет. Понятно, кто осуществляет. Я, в принципе, школу закончила золотой медалью. И когда я взялась за школу и за студию, то моя младшая сестра сказала, что ну все, родители могут быть спокойны. Длите в надежных руках. Это здорово. Да, я хотела немножко добавить, у меня аналогичная история с Линой. Вообще мы с Линой знаем друг друга больше половины жизни, потому что мы сидим за одной партой, сидели со второго класса. До одиннадцатого класса вместе доучились. И сейчас вместе сидим в одном кабинете параллельно за столами. И аналогично у меня тоже экономическое образование. Я закончила университет Каразина по специальности международная экономика. Я работала в страховой компании, занималась международным перестрахованием. Кроме того, один из курсов университета я проучилась в Америке. Потом в период своей работы я постоянно в страховании повышала свои знания, уровень квалификации. Училась в Лондонском страховом институте. Много очень путешествовала по миру. У меня есть большой опыт проведения переговоров, заключения контрактов и всего остального. И мне, в принципе, моя работа нравилась. Но когда у меня появились дети, то... У Олеси их трое. У меня трое детей. Ого. Да. Многодетная мать. Да. И мы все хотим все самое лучшее отдать своим детям. Правильно? Да. И я поняла, что если я все свои усилия, знания, умения инвестирую в своих детей, то я буду получать удовольствие от этого каждый день. И мои дети, я надеюсь, будут успешными и счастливыми людьми. Это, в принципе, то, чего мы хотим добиться в своей школе. Не только для своих детей, а, в принципе, для всех детей, которые у нас обучаются. Это удивительно. Я хочу провести параллель. То есть, получается, вы сидели за одной партой в школе, а теперь вы тоже в школе, но уже, правда, у каждой из вас есть свой стол личный. Я видел. Вот. И получается, что вы и в этой школе. То есть... Но ваш прошлый опыт, который вы только что назвали, на мой взгляд, он просто идеально подходит для того, чтобы взяться за это. Это, с одной стороны, ну, это просто... Вы как будто бы дополняете друг друга. Мне кажется, что вы не раз замечали уже, то, что у вас двое, и что у вас такой разный дополняющий опыт, это очень помогает. Потому что школа, повторюсь, это не просто. Это не какой-то бизнес. Это не просто, да. Это не просто, да. И тут у вас такой симбиоз классный. Это здорово. И еще, извините, Денис, хотел не разговаривать. Мы сейчас еще с Линой проходим обучение в Киево-Магинанской академии в школе свитних управленцев. И там, да. И мы на модуле ездим в Киев, обучаемся. Есть там была интересная лекция такая. Сергей Ноздрачев, он занимается исследованием талантов людей. И вот мы сдавали тест с Линой, ну, отдельный, каждый свой. И просто удивились сами себе, как мы друг друга дополняем, даже по уровню прохождения вот этого психологического теста. Просто... Здорово. Само удивительное. Ну, это вот чувствуется. Это очень чувствуется, когда вы говорите. И как вы говорите, у вас у каждой как будто есть такая своя часть, которая вот цельная. Цельная, но когда их вот две соединяются, видно, что вот такой классный симбиоз получается. Это очень здорово. Вопрос очевидный. Ведь мог бы быть у вас какой-то, наверное, выбор, да? Почему именно вот Think Global? Почему вы... У вас была какая-то альтернатива? То есть вы же, наверное... Мы не рассматривали самостоятельно это делать. Мы бы самостоятельно не решили. Не решили, да. Think Global, мы понимали, когда мы приняли решение, мы понимали уровень ответственности. То есть ты берешь детей, ты отвечаешь не только за его безопасность, чтобы он не упал, не ударился, чтобы он покушал все качественное. Мы отвечаем еще за его интеллектуальное развитие. Это все мы понимали. Это все мы могли делать. Но вот эта вот вся организационно-бюрократическая вещь с лицензиями, со всеми вещами, мы тогда были не готовы к этому. Поэтому Think Global предлагал вот такой компромиссный вариант, когда это все можно было расповсюдить и на всю Украину вот в виде сети школ. То есть на тот момент, я не знаю, как сейчас, но на тот момент других сетей школ, которые бы хотели из Киева, я знаю, что есть школы, то есть люди открывают садик, потом школу, потом школу в другом районе. Это как бы оно локально по разным городам. А вот чтобы на всю Украину такого на тот момент не было. И у вас, вы уже немножко ответили на следующий вопрос, что личный интерес все-таки у вас тоже был. То есть это еще и вас задело, да, что вы не просто сделаете школу, а вы все и... Это то, с чего началось, да? Для меня это был личный интерес, для меня лично это был мой интерес касательно моих детей. И у меня тоже мой личный опыт, у меня дочь, если она сейчас 11 класс заканчивает, и если у меня до школы ребенок был, который на площадке организовал всех, рассказывал, сейчас мы побегаем, потом мы попрыгаем, а потом мы сядем посидим, то к пятому классу мы пришли, вот она была, да, в хорошей школе, там со всеми хорошими результатами ЗНО, с рейтингом в районе, вот. И к пятому классу мы пришли с таким психологическим состоянием, когда она, я точно знаю, что она хорошо готовилась, она могла ответить, она просто, я не знаю, что там было, это, знаете, как только под гипнозом можно выявить, что сказали ребенку, почему она настолько закрылась. Ее вызывали, пятый класс, смена преподавателя, ее вызывали, и она просто молчала. И получала вот эти вот прекрасные два, 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 два. Да, это, конечно. Да, для меня тоже было, я боролась там, ну, мы четыре школы сменили, ни в одной из них я не смогла найти вот того, что индивидуального подхода, человеческого отношения, понимания сильных сторон и слабых сторон каждого ребенка, я вот в державных школах и в частных школах Харькова, я этого для себя, для своего ребенка не нашла. Вот в результате я забрала еще в десятом классе на дистанционное обучение и таким способом решила. Но здесь у нас просто в Синвобл сейчас нет старшей школы, мы растим, и мы берем младшую школу, и они у нас в каждом годом вырастают, и одиннадцатого класса сейчас у нас нет, седьмой самый старший сейчас классный. Но то, что я таскаю домой и показываю свою одиннадцатиклассницу, она сожалеет, что у нее в школе этого не было. Да, я когда в вашу школу попал и когда по ней походил, позаглядывал в кабинет и все это увидел, я, конечно, оценил, что, да, разрыв шаблона есть с тем, что было у меня в школе, и это, конечно, очень привлекательно, это очень красиво выглядит. Это тоже нельзя не сказать об этом. Но, тем не менее, это все-таки одна сторона, а есть же другая сторона. Вот какие трудности у вас были на пути реализации этого прекрасного проекта, который вы, может быть, хотите сказать, что с гордостью преодолели. Может быть, вот что вы можете на эту тему... Можно отдельно рассказывать про бытовые трудности, про то, как мы приехали с Тулья Икея вовремя. Вот такие, если вот это вот все, которое просто техническое, если это все отбросить и там просто какая-то череда организационных моментов, то основное, с чем мы сталкиваемся, это все-таки недоверие родителей. Они привыкли, знаете, как все хотят новенькое, но чтобы оно было старенькое. С рейтингом, опытом и выпускника. Желательно, чтобы вы вот вчера открылись в новенькое помещение, и чтобы у вас рейтинги ЗНО были и 11 класс был. Вот с этим мы сталкиваемся. Просто с недоверием. У нас все равно до сих пор принято оценивать школы по рейтингу ЗНО. Но много есть к этому, есть и плюсы у ЗНО, есть и минусы, да, и есть вопросы, что не всегда школа заслуженно принимает на себя эти все результаты. То есть это должен быть ребенок и желание родителей оплачивать этих репетиторов. Да, вот у нас нет пока ЗНО. Не получится у нас, знаете, как американские школы меряются между собой не рейтингами ЗНО, а количеством суммами стипендий, которые их выпускники получили. У нас пока в ближайшее время это не получится. Все равно у нас пока ЗНО будет. Но хотелось бы не только по ЗНО меряться. Да, я согласен, что это очень какой-то такой оторванный от реальности такой момент. Он один из. А у нас как-то в культуре так принято, школа Харькова. Да, вот было обидно. То есть мы когда-нибудь во Львове совершенно другая ситуация. В Киеве совершенно другая ситуация. И мне вот было обидно, и до сих пор иногда я с этим сталкиваюсь, что вот есть вот эти стереотипы. Школа должна быть вот такая жесткая. Я учился, стал человеком, и мои дети туда пойдут, и там тоже им должно быть хорошо. Мне было плохо, я вытерпел, и они потерпят, и им будет хорошо. У нас в школе есть возможность бесплатной недели пробной в любой класс существующий. И мы даем возможность ученику посмотреть, как у нас проходят уроки, как относятся преподаватели, как они между собой общаются в классе. И сами ученики, как правило, после посещения пробной недели, большинство из них хотят остаться у нас. То есть мы всегда даем возможность подумать, принять решение родителям. Мы открыты всегда, ничего не прячем, и все, что у нас есть, всем делимся. Ну, то, что вот как вы открыты, я не знаю, кто и все так открыт, потому что, во-первых, вот эти вот, мне очень понравилось у вас вот эти стеклянные стены в классе, что идешь по коридору, идет урок, и ты, не попадая в класс, через стекла, то, что делал я. Я смотрел на то, как дети реагируют на учителя, я смотрел на то, как дети вообще смотрят, на такой взгляд, как они вообще сидят, как они работают, и это, конечно, это привлекает очень, это дорогого стоит, потому что это уже, я понимаю, что я, как педагог на это смотрю, конечно, может, родители так не проникнутся, но я проникся этой ситуацией, и как бы за то короткое время, сколько там, ну, где-то, может, на 20-30 лет я там в вашей школе находился, и все рассматривал, мне очень понравилось, поэтому я понимаю, о чем вы говорите. Пробная неделя, это очень классно, кстати, это просто, я считаю, это супер, когда действительно не просто там, вот заходите, посмотрите, да, целую неделю ребенок провел, может такое исчерпывающее такое впечатление дать, вот, это здорово. Это для того, чтобы можно было прочувствовать, вообще, в принципе, все дисциплины, которые у нас есть, у нас много дополнительных авторских курсов, и чтобы они вот каждый из них посетили, и попробовали своими руками, что это такое, вот именно для этого и неделя и дается. Да, ну вот у Сэн Глобал есть же, наверное, какое-то комьюнити такое, да, которая показывает о том, каковы результаты в других городах Украины, да, что происходит, то есть, в принципе, можно на это опираться, чтобы понять вообще, да, вот, что такое Сэн Глобал больше, я имею в виду для родителей. Да, и сейчас, вот, допустим, там, период карантина, у нас проходят и онлайн между собой, между школами, есть онлайн конференции между самими учениками, родителями, где они там же и презентуют свои проекты, проводят совместные презентации, вот, и так вот они объединяются онлайн, просто происходит это все. Это очень здорово, да, что школа между собой, между друг другом, да, и это очень, наверное, заинтересовывает их. Следующий вопрос связан с персоналом. Каков у вас критерий отбора персонала? Потому что из того, что я знаю, я знаю, что, ну, мало, наверное, я знаю, я знаю, что обязательное обучение в Киеве проходит ваш постоянный персонал, который ведет предметы непосредственно. Да, по поводу отбора персонала, одно из главных требований это вот этот вот компонент по демократичности. То есть к нам те люди, которые не исповедуют эту, скажем так, философию, что к ребенку нужно относиться с уважением и не запугивать, не унижать его, они к нам даже не приходят на собеседование. То есть у нас вот преподавателей из прошлого века, а у нас их нет. Нам сложно, честно скажу, нам сложно найти преподавателей, но это вот те единицы, они либо работали, у всех есть педагогическое образование, как правило, это не единственное, у всех есть опыт работы, вот они как-то своей жизнью жили, мирились с тем миром, в котором им приходится находиться, и вот каждый из них, от нас никто не уходит, они у нас прекрасно себя чувствуют, у них есть академическая свобода, вот есть преподаватели, ну вот недавние отзывы, они даже, ну знаете, даже начинают одеваться по-другому, вот такая подробность, когда даже их отпускает, вот работал, работал человек там, 5 или 7 лет в державной школе, все прекрасно, педагогические все нормы выдержаны, вот приходят и потом смотрят, как все работают, это вот если новенький говорить, потом говорят, я так смотрю, начинаю понемножку что-то добавлять, ага, детям зашло, с коллегами обсудила, а так можно было? Девочки расцветают, начинают одеваться, очень красиво, украшения надевать, дети их рассматривают, совершенно спокойно, и в футболке, и в свитере, и чай преподаватель может пить, то есть профессия преподавателя, она максимально творческая, то есть когда ты сегодня что-то услышал, утром, в 7 утра в новостях, и ты идешь, это детям несешь, ты совершенно другую энергетику несешь, чем если ты отработал просто по учебнику, понятно, что вся рутина, она потом, потом ее все равно нужно сделать рутинную работу, 80 лет, я не знаю, сколько рутинной работы, как вы оцениваете, как педагога, сколько у нас рутинной работы у ученика, ну да, больше 50 процентов точно, да, это больше, знаете, может быть, как Лена, не рутина, а это та часть структурная, которая не может не быть в образовании, просто структурная часть, а то рутина, это какой-то негативный оттенок, структурная часть, и когда ты приходишь эмоционально заряженный, совершенно на другое, и ты с детьми как будто общаешься, а не ты их там дрессируешь, это совершенно другое, другая атмосфера, это совершенно другая учеба, и вот они у нас, конечно, да, у нас, это невозможно проверить, это невозможно заставить, это невозможно проконтролировать, то есть вот такая атмосфера демократическая для преподавателей, творческая, она у нас присутствует, в принципе, ну и конечно, да, извините, все преподаватели, которые у нас работают, они молодые, современные, и участвуют во многих конференциях повышения квалификации, и мы для того, чтобы родители убедились в том, какие у нас классные преподаватели, у нас есть на YouTube-канале видео о каждом преподавателе, где он в течение минуты рассказывает о себе, и вы, в принципе, по манере разговора преподавателя, о том, что он говорит, вы можете для себя определить, ну, вы же почувствуете человека в какой-то степени, можете нас попросить, но все равно вы увидите, кто это. Да, и не только на YouTube, но и в Facebook, и раз уже мы коснулись этого, я хочу отдельно отметить, что мне было очень приятно получить материалы, с которыми мне можно было ознакомиться перед тем, как это интервью состоится, чтобы я больше понимал, о школе, потому что я увидел, ну, яркие впечатления получил, когда у вас побывал, а вот когда я почитал презентацию школы, когда концепцию школы ознакомился, посмотрел видео, которое вы мне ссылки прислали, то, конечно, я уже по-другому настроен, и, да, видео классное, действительно понятно, как говорит преподаватель, про что, каким он духом напитан, что ли, и это важно, да, это очень важно. И я еще хотел бы, наверное, такой, может быть, чтобы уточнить, а вот нас же все-таки будут смотреть не только родители, возможно, какие-то интересные педагоги будут смотреть, и они могут как-то к вам, ну, что называется, постучаться. Вы открыты к таким контактам? Мы очень ждем талантливых преподавателей, которые хотят, которые, их призвание быть преподавателем, и они хотят современное, свои знания поделиться с детьми, с методиками. Мы очень ждем таких преподавателей. У нас очень крутая, классная команда, где мы друг друга поддерживаем, и будем рады всех желающих, после собеседования взять на работу. Если я вот так вот покажу и скажу о том, что мы переезжаем. Это просто класс, да. Это, да. Картинка супер. Несколько вакансий у нас сейчас висят на сайтах. Поскольку мы переезжаем, мы расширяемся, и большое количество сотрудников нам нужны будут. Отлично. Это здорово. Здание очень красивое, и это будет находиться в переулке, сейчас скажу. Улица Плачковская, 266. Пересечение Плачковская и 23 августа, да, по-моему, на перекрестке, недалеко там, да? Да. Отлично. И немножко вы начали уже об этом говорить, и я почитал концепцию школы, и я понимаю ответ на этот вопрос, но я не могу об этом не сказать. И хочется, чтобы вы как-то прокомментировали, насколько удается сегодня школе Сентглобал давать современное образование. Прекрасно удается. Прекрасно удается. За счет чего? Та проблема, с которой мы столкнулись, да, вот и наши личные запросы, что нужно комбинировать, ну, первое, это человеческое отношение к детям, второе, это комбинировать академические знания, без которых никуда не денешься, все равно все дети, не понимая того, будут они поступать в Украине или нет, они все равно все обязаны сдать ЗНО, мы от этого на сегодняшний день пока никуда не уйдем. Поэтому те предметов, которые обязательны для сдачи ЗНО, это математика украинского литературы, ну, еще там либо география, либо история, ту, которую стандартно выбирают, если это там не химия, которая более специфически, то это все равно глубокое изучение. Но, кроме этого, есть ряд вызовов, да, к образованию, мы активно внедряем проектный подход, это то, что делают западноевропейские системы образования успешные, это абсолютно несложно, и за счет вот этих вот таких плюшек получается комбинировать. То есть, с одной стороны, эти поработали, поработали, потом они пошли, они-то думают, что они когда вот это делают, они-то думают, что они отдыхают, но мы-то знаем, что они отдыхают, если это, да, видно? Да-да-да, отлично видно. Если это курс инжиниринг, пятый класс, тема гидравлика, модель гидравлического тормоза, они-то думают, что это весело и задорно, но при этом, при всем, все равно академические знания, понимания, вот какой-то механики и физики сюда, можно я продемонстрирую? Я очень люблю эту штуку. Модель гидравлического, я всем, вот колесико двигается, вот я ее... Да. Так работает тормоз. Да, да, это здорово. Это один из курсов, который есть, это STEM, это живая наука, это все у нас прекрасно получается. Ну и кроме классических дисциплин, то, которое сейчас на сегодняшний день в топе, и оно, это абсолютно объективно, это компьютерная наука и компьютерная грамотность. Мы своим детям с первого класса даем уроки компьютерной грамотности. Первый, второй классы, это один урок в неделю, для того, чтобы они, ну, базовое знакомство с техникой, начиная с третьего класса, это детское программирование, ну и потом это все классическое такое, ну вот если бы ребенок ходил на курсы IT за пределами школы, вот это вот он делает на уроках информатики эффективно, качественно и полезно. А к седьмому классу вот сейчас они делают одностраничные сайты на бесплатном конструкторе, на Тильде и на Виртпрессе. То, за что потом программируют, по сути деньги берут, это вот у нас дети в седьмом классе делают. Здорово. А скажите, вот поскольку SYNGLOBAL это вот такая структура, да, где есть главный такой офис, который, то вы, наверное, тоже этот вопрос задавали и есть же такое понятие, как, ну, некое такое обновление, да, такое программ или некоторое такое вливание всего-то нового, исходя из запросов современности, так сказать. Вот эти вещи, они у вас происходят же тоже, да? Потому что, ну, например... Да, ежегодно у нас добавляются новые курсы, даже не ежегодно, а ежесеместрово. Вот у нас, допустим, в первом семестре были новые курсы, которые в этом году, это была Data Science и дебаты. Сейчас, в следующем году, мы... Сейчас будет у нас очередная презентация для родителей вместе с Киевом на те курсы, которые будут у нас в следующем году. Обновления и новые курсы появляются постоянно. У нас есть там целый перечень этих курсов, они на сайте. Если нужно, можно о них рассказать, ну, я не знаю, сколько это времени. Нет, вот это для меня, для меня, вот как для, опять же, для не только человека, который берет у вас интервью, не как для педагога, а как и для родителя, важен вот этот момент, что есть понятие обновления, есть понятие обновления достаточно быстрое, потому что это частная структура и потому что заложено вот такое вот структурное, такое обслуживание филиалов для вот поддержания того самого принципа, мы сегодня даем современное образование. Вот это важный момент. Потому что этим, ну, не все могут похвастаться и это очень такой, ну, сильный момент для меня. Поддержавный, можно я немножко добавлю, если для того, чтобы поддержавный подручник утвердить, он пишется 3, 4, 5, 6, 7 лет. Да, а за это время? Оно уже не актуально. Это можно какую-то классическую дисциплину на такое долгое время растягивать. Греческий язык, например. Да, совершенно верно. А если у нас есть те вещи, которые на сегодня появляются и нет времени тратить 3 года на то, чтобы утвердить учебник, то мы абсолютно спокойно, мы очень мобильны. Сегодня этого курса нет, через 2 месяца он есть, мы выделили учебные часы, отчитали, это не обязательно 2-3 года, это может быть Data Science, у нас в младшей школе был всего 3 месяца. Курс дебаты он тоже не требует каких-то 15 лет. Это вот он прошел 2-3 месяца тоже курс дебаты в рамках украинской мовы. Дети получили эти навыки, которые им нужны. И дальше пошли с этими навыками, дальше, следующий курс, следующий, следующий, нарабатываем, в детей вкладываем современные навыки, которыми пользуемся мы самостоятельно тоже делая презентации, используя Google документы и так далее. То, с чем мы работаем сегодня, мы этому же учим и детей. У нас, например, в рамках украинской мовы у детей было задание, по-моему, в пятом классе вести Instagram-блог. Но преподаватель проверяла не только картинки, но и то, что написано под ними по всей строгости закона. Да, там же должен быть текст и, во-первых, без ошибок, во-вторых, он должен нести какой-то месседж и, да, я понимаю. Я еще хочу немножко добавить, чтобы не было недопонимания у родителей, потому что мы рассказываем про те вещи, которые мы думаем нет в других школах, про наши там авторские, и все остальное. У нас все классические предметы, которые должны быть по министерству образования, мы все преподаем, у нас есть тетради, прописи, мы пишем в тетрадях, это все у нас присутствует, это не только то, что я новым рассказываю, оно есть, как все думают, может быть, это развлекательный центр, нет, ну и классическое обучение, полноценное, вот, просто вот с дополнительными вот этими фишками. У школы, у школы есть лицензия с 1-го по 12-й класс, для родителей это показатель того, что все, что, то есть, министерство образования контролирует, каким образом дети пишут контрольные работы по министерским стандартам, преподаватели их проверяют по министерским стандартам, и они какое-то количество лет хранятся на случай проверки, то есть, все абсолютно дисциплины, история Украины, зарубежная литература, химия и физика, это все структура полностью учебная сохранена, но наша прелесть в том, что мы можем абсолютно спокойно труды назвать инжинирингом и к ручному труду, к деревяшкам, клею и каким-то ножичкам добавить еще физику, то есть, это нам никто не запрещает. У нас сегодня, в принципе, как выглядят программы, написано, дитина наприкінці другого класса из математики должна знать, раз, два, три, який мы возьмем на подручник и сколько годин мы витратим на это и какие методи мы используем, это не важно. Важно, чтобы дитина потом написала контрольную работу, сдала тесты и получила соответствующую оценку. И вот это у нас прекрасно получается делать. Да, вот когда вы говорили про ЗНО, я так и понял, конечно, что вот эта основная часть учебная, она, конечно, сохранена и есть, но тут действительно вопрос, что добавить к этой учебной основной части, да, и как ее лучше подать, это вот очень важные моменты, конечно, потому что учить-то можно по-разному, а к ЗНО-кто это можно по-разному. Следующий вопрос у меня такой, какую вы можете вспомнить вдохновляющую вас обратную связь от родителей или от детей, что вот вам это сказали, вы это услышали и у вас просто, ну, крылья выросли, например. Крылья вырастают от того, вот знаете, как самое ценное, ну, когда мы малышей там обучаем, им хорошо, это одно, но когда эти малыши начинают в пятом, шестом классе творить что-то свое, вот самое ценное это результаты их проекта. Вот один из проектов, в которых вот последнее, что нас вдохновляет, в помещении, в котором мы переезжаем, там выйдет у нас своя территория. У нас стоит выбор, как нам организовать пространство для того, чтобы у нас дети после обеда, после четвертого урока у нас обеденный перерыв в 45 минут, дети обедают и выходят на улицу, на прогулку, чтобы проветриться и потом перезагрузиться ко второй на половине дня. и у нас стал вопрос, какие качели-карусели поставить на этой площадке. Планировка детской площадки. Да, но самое же ценное, мы же не знаем, мы же взрослые уже, мы же выросли давно из этой песочницы, мы же не знаем, чего они хотят. У нас есть чудесный курс архитектуры. Дети получили еще в феврале или в январе, по-моему, задание с определенными ограничениями придумать вот какие-то элементы для своей игровой площадки. Вот сейчас, когда на это все смотришь, они делают свои проекты физически вот так вот. Это не проект на площадку, это один из макетов, которые они делали, это музей, японский музей Ньота, который они делали его проект. Аналогично они делают проекты своих изобретений, которые не хотят, чтобы были на площадке. И вот это вдохновляет, насколько у них классные и креативные идеи. И мы обязательно один из проектов осуществим. А может быть, это жители. Да, они сами его построят вместе с архитектурной школой. И это будет воплощено в жизни. Я думаю, что вот это вот и есть тот момент, который нас вдохновляет, когда мы видим желание детей что-то делать самостоятельно, воплотить это в жизни. И потом еще этим пользоваться и ценить. это мало кто может себе такое позволить. Это вы замоклились на... Ездили еще специально в это новое помещение наше, замеряли, они вместе с архитектором ездили, это все замеряли, чтобы в реальной ситуации, потом используя там строительные материалы, они летом будут это все конструировать. Здорово. То есть в масштабе, да? Если будет видно, вот это примеры тех проектов, которые выполнены из... Культурного бетона. Да. Здесь идея какая? Двухкомнатная квартира с балконом, без стен. Да. Игровая такая площадка. Ну да, чтобы ролевые какие-то вещи проигрывать, да? Здесь у них были условия, что нельзя, чтобы была... Чтобы эта конструкция была закрытой, потому что если малыш и младшая школа выйдет на прогулку, спрячется и, не дай Боже, останется. То есть не было задания разместиться вот там в свои 7 метров между деревьями и чтобы не было закрытых помещений. Вот тоже одно из... Вот такая еще конструкция. Это дети все сами придумывают, сами чертят, чертежи, сарушники это составляют и потом будем сами еще... Сами будут из строительных материалов... Или, например, тоже по старшим детям 7 класс ездил на тимбилдинг в квест-комнату. Приезжают, говорят, можно мы в школе сделаем квест-комнату? Пожалуйста, пишите сценарий, согласовывайте с администратором. Они это все написали, распределили ролик, принесли декорации. И в школе у нас работала квест-комната. Сейчас, это было в прошлом году, к Новому году, а в этом году, вот сейчас они, кстати, провели или нет, квест на тему Чернобыль. По школе для одноклассников. Когда они делают, вот это самое ценное. Да, это здорово. Да, оценки по математике, это все понятно, что мы это все ценим. И прогресс по английскому языку. Ну да, это, конечно, это очевидно, приятно, да. Ну вот такие вещи. Самое ценное, когда они проявляют, это банально звучит, когда они проявляют себя и когда они действительно что-то творят. И плюс оно еще ценное и для окружающих, не только личное для них. Здорово. Ну поверьте, это не банально звучит. Не банально? Это не банально, да, да. Потому что, может быть, даже если пофантазировать, что бы сейчас звучало банально, может быть, вот когда нам сказали родители, что мы молодцы. Ну в смысле вы. Вот это, наверное, банально. А вот это не банально, потому что детскую площадку планировать и потом действительно, я просто представляю себя сейчас, что я закончил школу. Я потом привожу своего сына в школу и говорю, а вот ты знаешь, что папа с дядей Колей, вот с которым мы общаемся до сих пор, вот этот павильон сделали из палочек отмороженного, из культурного бетона на столе, крутили его со всех сторон, думали, как? А теперь вот он стоит, и мы сейчас в нем. Это, я не знаю, если бы мне такое было, я бы, наверное, горд был бы, и это было бы что-то особенное в жизни. А расскажите, пожалуйста, как устроен день ученика школы СНГ, и как устроен его год, ну, по вашему расписанию? Сколько уроки начинаются, как, до скольки? Да, в младшей школе уроки начинаются на данный момент в 9.15, но со следующего года будем делать раньше, чтобы больше времени было на свободное время после школы. Сейчас это 9.15, два урока, после второго урока у них большой перерыв, в 20 минут они гуляют на улице, небольшой у них фруктовый перекус, потом еще два урока, после этого у них обед, после обеда прогулка, опять же на улице, обеда, час на обеденный перерыв дается, и после прогулки выполнение самостоятельной работы вместе с преподавателем, ну, это, условно говоря, домашняя работа, с преподавателем и ассистентом. Она выполняется в школе, чтобы дети максимально все, что было возможно, сделали в школе и не носили это домой, чтобы к самостоятельности их приучаем. После этого у них есть возможность, либо родители их забирают домой в три часа, либо у них есть возможность пойти на кружки, сейчас у нас есть каратэ, баскетбол, театральная студия, вот была. Надеюсь, в следующем году тоже мы продолжим это. Планируем сделать еще хореографию, планируем возить детей из нового помещения в бассейн. Вот, есть у нас робототехника. Робототехника, шарм, это ментальная ритмитика, это ту, которая... Это самое простое. Рисование. Рисование, кстати, очень пользуется популярностью, там, творческие занятия. Вот, если ребенок не хочет идти на кружки, можно либо гулять на улице вместе с ассистентами, либо, ну, играть в настольные игры тоже внутри помещения с ассистентом, то есть это группа продленного дня. Вообще школа работает до 7 вечера. Ну, и аналогичная ситуация у нас в школе со старшеклассниками. Единственное, что у них учебный день длится до 3-4 часов дня, и после этого тоже они выполняют самостоятельную работу в школе. Кто хочет, кто хочет, может идти домой, либо на кружки. Но аналогично до 7 часов работает школа. А вот год, когда начинается, когда заканчивается, и что предлагается летом? Или есть лицо? Да, отличаемся мы от других школ тем, что у нас 10 месяцев обучения, то есть у нас июнь полностью учебный месяц, не как лагерь, а стандартный обучаемый месяц. Мы там удваиваем компьютерные науки, английский язык. У нас и в течение года работает носитель языка. А в июне мы увеличиваем количество этих уроков. То есть делаем такой компьютерно-английский уклон, усиливаем эти программы, ну, потому что в течение дня это все разбавлено еще остальными предметами, а здесь вот больше идет ориентация на вот так вот взбодрить мозги. А летом какие-то есть предложения? Это мы июль-август, в июле мы делали лагерь две недели, но потом, как правило, все разъезжаются, и потом уже готовимся к новому учебному году, делаем там... Красим пилим, да, красим пилим. Парты забудем. Да, вот такой подготовительный период в следующем году, все моем, то есть фактически мы работаем до середины июля, и потом у нас подготовка к следующему учебному году. Ну и те каникулы, которые вот державные, они совпадают практически там плюс-минус неделя. Единственное, что мы в этом году сделали весеннее, чуть раньше, третья четверть, она длинная, очень сложно детям и преподавателям в том числе. Мы ее начали чуть раньше, и получилось тогда в четвертой четвертью больше времени на подготовку контрольной, то есть немножко у нас есть. Ну, в принципе, сейчас это многие родители не знают, но любая школа имеет право устанавливать себе каникулы, когда их удобно. То есть каникулы осенние, неделя, зимние перед Новым годом и рождественские праздники это две недели и весной недели. Ну да, то есть вот стандартная такая история каникулами, когда стандартная, так я имею в виду сейчас больше в смысле понятная. Да, понятная, классическая, и тоже многим родителям важно, что там на новогодние праздники, на осенние детям нужно отдыхать, так работает мозг. Когда он получил какую-то информацию, ему нужно какое-то время, чтобы это там подгрузилось и не перенагружать. Поэтому, как правило, не даем какой-то большой нагрузки отдельной тетради по математике, либо что-то еще мы такого не делаем. Детям точно так же, как взрослым, нужен отдых, и мы это все внедряем. Слава Богу, мы сейчас с вами живем в то время, когда мы понимаем с точки зрения той же нейронауки, зачем нужен отдых. Потому что в советское время это было объединение в лентяйстве. Да, нейро-тихология меня просто поразила до глубины. Теперь у меня есть, я по-моему, лекции тоже. Прям захотелось пойти изучать биологию человека. Да, у меня, я так же срываюсь на это, я вас очень понимаю в этом плане. Если ты это знаешь, ты понимаешь, почему так происходит и почему так делать нельзя. Это, конечно, уникальное знамение. Когда это все на уровне гормонов, а не из какой-то палки, то это совершенно другое дело. Конечно. У вас в школе есть очень интересная, на мой взгляд, система КЭПСов. Я хотел, чтобы вы немножко ее прокомментировали, потому что это даже, это лично мой вопрос. Для чего и чему она учит? Я сейчас дам очень короткий свой ответ. Вот мне кажется, что система КЭПСов учит детей в каком-то смысле, в каком-то смысле, финансовой грамотности и попытка научить играть с деньгами, что называется, в долгую. То есть, когда ты по чуть-чуть делаешь усилия и в результате ты не соблазняешься на какие-то короткие победы, на зефирку, на печеньку, а ты идешь к своей какой-то цели. Потому что у вас так цели выставлены очень привлекательные и для взрослых. Я представляю, как это привлекательно для детей. Можете что-то рассказать по этому поводу? Расскажу про саму систему. Да, вы, в принципе, очень точно ответили на этот вопрос. Немного дополню, что дети, действительно, есть те, которые умеют дотерпеть до большого приза. Есть такие, которые, ну, как правило, это малыши, то есть, они соблазняются на быструю, легкую добычу. Что такое система кепсов? Это специальные карточки, внутришкольная валюта, где за определенные свои достижения они их получают. Это могут быть как академические достижения, так и достижения в плане взаимоотношений между другими, порядка на рабочем месте, уважение и отношение к другим, своим коллегам, учителям и так далее. То есть, там есть целый список, за что они могут получить. Они знают, за что они их могут получить. Допустим, там самый популярный, самый желанный, вернее, кепс, это кепс-джокер. Он выдается за какие-то особые достижения. Допустим, ты прочитал пять книг, смог там кратко их описать и за этот джокер он там заменяет, условно говоря, 10 кепсов. Можно быстрее реализовать свое желание. И дети, когда хотят получить какой-то приз от школы, они собирают определенное количество этих кепсов и школа их покупает то, что они просят. Либо что у нас есть в наличии, либо они сами говорят, что они хотят, что они видели в магазине или в интернете. Мы это заказываем и покупаем. Есть такие случаи, что ребенок водил своих родителей в кинотеатр, то есть мы покупали на семью билеты, они ходили в кино. Ребенок гордился тем, что он, первоклассник или второклассник, гордился тем, что он повел родителей в кино. Для него это ценно. Или когда он видит какую-то, не знаю, тоже там ручку или блокнот, говорит, мама, смотри, я сам себе купил. Для них и для малышей это очень ценно. Ну и для старших это тоже ценно, когда они целый год копят, 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 потом покупают себе там какие-то крутые наушники. А есть еще такие дети, которые хотят деньги. Мы им даем и деньгами тоже можем дать. Вот есть пример девочки, которая на Новый год своему брату смогла купить ценный подарок, заработанный кепсами, попросили нас, чтобы мы выдали ей деньгами, и она... Да, мы с родителями это согласовали. Да, с родителями согласовали, мы выдали деньги, и она тем самым своему брату желанный подарок подарила. То есть это тоже ее достижение, своими усилиями она смогла этого достичь. Вот это здорово. Да, у меня есть личный пример. У меня сейчас племянник родным учится у нас в первом классе. И вот то, о чем вы говорили, игра в долгую. Если первый семестр, там до Нового года, он вот в конце недели у них проходит пиццунки тыжня, и они получают там два-три кепса, кто как. И он сначала сразу бежал в магазин, покупал себе там эти блокнотики, ручки, какие-то точилки, то, что как бы оно ему не очень. А сейчас у него уже 13 кепсов в коллекции. А и когда пришло время к весенним каникулам, ему мама говорит, в понедельник в школу не идем каникул. Он говорит, какие каникулы, мне кепсы зарабатывать надо. Какие каникулы. У меня работа. Я ее прерываю, это чудо. Это вот реально. И из таких примеров, например, там, ну, понятно, малышам это все легче заходит, старшие, они уже более избалованы, и это не так. Но в то же время, если есть какая-то штука, которую родители не покупают, ну, вот элементарно, у нас мальчик в своем классе киевскую акулу, вот эту полтора метровую, заказал. Приехала ему эта акула по новой почте, и ребенок ее получил. Мама там по какой-то причине отказывалась. Муж, она у него уже вторая, но ему надо. Это тоже вот такое. Ну, это игровая система мотивации, но она эффективна, вот на этом уровне каком-то тонком. Да, я даже слышал, что кто-то в Украине заработал самый большой приз. Ну, не в Харькове, что вот там вот есть у вас гироскутер, и что нашелся человек один, который смог его, и эквивалент этого гироскутера финансовый, он, конечно, достаточно большой. Это удивительно. Это удивительно. У меня такое ощущение, что кто-то еще сделает, знаете, какой прорыв? Он просто хепсами заработает себе на месяц обучения. Не исключено, потому что, ну, потому что, когда это есть, хочется же какого-то, ну, чего-то вот неожиданного, да, какого-то творчества, даже на эту тему. Поначалу, конечно, соблазняешься на ручки блокнотики, а потом начинается вот такое вот. И еще это система для того, чтобы дети понимали, что своим трудом, неважно сколько тебе лет, ты можешь добиться результата. Главное – приложить усилия. Да. И бывает такое, что усилия ты прикладываешь маленькими дозами, и вот эта большая цель, она потом побеждается, и это, да, психологически очень хорошо влияет. Отлично. У меня к вам последний вопрос. Я понимаю, что у вас сейчас сбывается очень классная история с новым помещением, которая отдельно стоящая, которая выглядит школьно, что называется, и современно, и оно все будет новое. Но, тем не менее, какие-то планы и мечты есть у вас связаны с школой? Да. Да, есть, конечно. Поделитесь, пожалуйста. С удовольствием поделюсь. Пока, знаете, иногда бывают какие-то вещи, которые ты пока не знаешь, как они произойдут, но они потом все равно сбывают. Вселенная помогает. Да, это вот есть. Мне, опять-таки, обидно за Харьков. В Киеве, во Львове строятся новые, современные школьные помещения. В Харькове пока этого не происходит. Я так чувствую, что надо будет добраться к городским властям. Мест в Харьковских школах не хватает. 30 человек – это очень много. И вот то количество новостроя, которое строится, рядом школ нет. Есть примеры, мне кажется, что для городских властей это абсолютно подъемные суммы, и вкладывать. В общем, наша мечта, чтобы в Харькове строились, но то помещение, в котором мы сейчас находимся, это все на нашем энтузиазме, это все компромиссные варианты. Но когда школа огромная, там несколько тысяч квадратных метров, с большой территориями, представляете, когда огромная территория, большое футбольное поле, бассейн отдельное, вот мечта, чтобы была реализована, может быть, это даже загородная территория, где вокруг экологическое пространство, до которого можно легко добраться, и помещение школы, где дети могут свободно гулять на улице, бегать, и вот эта энергия выплеска, и потом желание идти на уроки, на занятия, где могут отдельные мастерские, где они могут со станками, со станками, со швейными машинами, и все остальное, чтобы больше прикладного, то, что можно использовать в жизни. Вот о чем мечта. Я вот, я не знаю, мне кажется, это такая идея. Конечно, нет ничего невозможного, и вообще то, что мы сейчас сделали, мне когда-то казалось, ну я бы не поверила, что я могу это сделать, не знаю, знаете, главное начать, а потом оно, вселенная помогает. И если добавить еще, кроме вот такого, ну, строительство школы, это бытовой уровень, есть еще те вещи, которые, вот хочется глубоко, чтобы они проникли, та учеба, которую мы сейчас проходим в КНБС, Киево-Магирянская бизнес-школа, ее организовала Асвиттория. И там сейчас, это уже второй, второй курс обучения, то есть они приглашают туда, их задача тоже какая, обменяться мнениями, выстроить какие-то долгосрочные процессы, кто-то, может быть, из этой команды попадет куда-то в министерство, в какие-то комиссии, которые реформируют образование. Вот то, что мы сейчас делаем, школа небольшая, маленькая, до полтора миллионного Харькова, это очень маленькая школа. И то, что мы сейчас делаем, это абсолютно несложно. Мы, например, вот с теми директорами и с теми сотрудниками, у нас там есть люди из министерства, из Державной службы, я пусть ее в СВИТе, мы своим опытом абсолютно спокойно готовы поделиться. Пожалуйста, берите, делайте то, что мы уже делаем, но сделайте, нам не жалко. Пускай это делают все преподаватели всех школ Украины. Это все возможно. Для этого, для того, чтобы уважать ребенка, не нужны деньги на реформу. Да, да, я с вами полностью согласен. Это бесплатно. Это вот просто этих людей, которые, я их понимаю, я не хочу никаким образом никаких коллег либо кого-то как-то критиковать в их работе. Но можно это делать по-другому, потому что то, что вы назвали страх, стыд, что там еще, это все приводит к комплексам. Вина. И вина. Это все приводит к комплексам. И мы же потом безинициативные. Конечно. Если мы хотим, чтобы наши дети были свободны, чтобы они имели право голоса, чтобы они критически мыслили, когда они делают свое, то есть нет ничего невозможного. Мы абсолютно спокойно верим в светлое будущее. Мы стопроцентные оптимисты. Вот если мы за три года сделали вот то, что у нас сегодня есть, следующим этапом скорее всего будет какое-то у нас уже вот последний год, когда мы искали помещение, мы ходили по разным застройщикам и мы пытались, мы уже как бы эту кухню знаем, как это построить. Ну, проблемы в земле и в деньгах. Ну, это решаемые все проблемы. И тот вопрос, куда мы вышли дальше на какие-то вот участие в каких-то реформах, это тоже сейчас мы уже туда зацепились и мы абсолютно готовы делиться опытом. Вот наши мечты. Наши глобальные мечты вплываты на усвиты в Украине. Не только в Харькове. Харьков это номер один. Это наш родной город. Как говорил наш мэр, мы наш город любим. И харьковчане всегда славились вот таким, что каждый кулик свое болото славит. И Харьков интеллектуальный город. Поэтому эти все вещи мы планируем. Нет ничего невозможного, главное только захотеть. И все можно сделать. Да, это точно. Ну, оптимизм и чувство юмора вы бы без этого ничего бы не смогли сделать. Потому что двигать все-таки вы об этом говорите легко, вы улыбаетесь, но все равно понятно, что это труд. Это непросто. И тут... невозможного. Да, да. С которыми мы там общаемся, вот из державной службы, они это все понимают. Они понимают фронт работ, который им предстоит. И они абсолютно с нами согласны. Они готовы это все делать. Нам просто потом нужно будет это все спустить вот по цепочке вниз к учителям и к детям. Да, это точно. Если это делать глобально, это все равно должно быть сверху. Мы снизу поможем, а сверху, пускай вот у нас там компашка тридцать директоров. Есть здравние школы, есть приватные школы. Здорово. И все очень инициативные, здравомыслящие люди. Да, очень. Здорово. Так, здесь уже кто-то пишет. Спасибо большое за интервью. Очень интересно и полезно. Удачи вам. Спасибо, да. Удача нужна. Если кто-то из присутствующих хочет прийти на презентацию или вообще, в принципе, прийти на... Мы приглашаем на презентацию школы, покажем все, расскажем про академические программы, про авторские курсы, покажем помещение. Есть возможность, включая нулевой класс, прийти на пробную неделю. Кто ищет первый класс, даем возможность пробной недели, чтобы определиться. Сейчас вот как раз момент определения в первый класс. У кого сомнения, приходите, пожалуйста, у нас классные преподаватели. Да, и если есть среди слушателей, то тоже мы желающих долучиться с радостью, со стремлением. С удовольствием, да. Это здорово. Я, с своей стороны, хочу сказать, что это видео будет в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке, и везде будет присутствовать ссылка на аккаунт школы, именно вот Харьковской школы, Синглобал, поэтому вы всегда можете туда написать и получить ответ, будь вы преподаватель, будь вы родитель, который заинтересовался для своего ребенка, поэтому все контакты там, где это видео будет, они будут. Лина, Леся, вам большое спасибо за интервью, за такое содержательное, за ваш позитив и энергетику, с которой вы говорите о непростых вещах, потому что школа это все-таки большой проект, и он непростой. Вы этим так занимаетесь с энтузиазмом и с удовольствием и с такой энергией, это просто здорово. И Харькову уже повезло, что вы есть и что вы так это делаете. Вот, поэтому спасибо вам и до свидания, до новых встреч. Спасибо большое. Нам тоже было очень приятно с вами дать вам интервью и большое спасибо за возможность. Спасибо. Да. Все, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...